Записывал для вас видосик вчера, а в итоге мне его удалили. В общем история у нас все та же раскопки. Время и место раскопок изменить нельзя. Суть напомню, прерыли все ямы, все как бы в раскопках. Водоканал меняет центральную трубу. Вот на сегодня уже поставили, прикопали немножко. Краники поставили. И это все область, насколько понимаю, немножко вылито. Здесь подавито для удобства, чтобы найти нашу трубу, которая к дому идет. Это все уже, видите, домов сами делают. Чисто сами. Сколько такое удовольствие обойдется, если вы не хотите это делать. Кстати, я не знаю, что это за труба. Она и есть, не знаю, что это такое. Интересовался. Суть примерно дали тысячу гривен выкинули, чтобы раскопали вот такую ямку. Это делали чуть дней через водоканал. Водоканал предлагал свои услуги. Если не ошибаюсь, там один квадратный метр, что-то в районе 350 гривен. И они там копали, копали сколько вам хочется. Ну, у нас там свои люди были. Носли, обошлось немножко дешевле. Ну, до тысячи сошлись. И вот до тысячи вырыли такую ямку. Суть. Была старая труба, вроде бы как. Это по словам, по словам, которые говорят очевидцы, так сказать. Или как это назвать, зрители. Я в это не углублялся, поэтому поинтересовался у дедушек, бабушек и все в этом духе. В общем, труба до этого стояла на глубине 4 метра. 4 метра. Сейчас поставили, ну, примерно, может там выше, меньше. Что-то в районе 4 метров. Теперь эту трубу поставили, ну, старую закопали, забыли за нее и все. И подведенные к ней трубы и все в этом духе. Вроде бы как. Теперь поставили эту на глубине там метра 2-1,5, что-то в этом духе. Ну, не 2, а точно 1,5 ладно. В общем, выше эту поставили. А зато просто забыли и все. Типа зачем сдавать металл, зачем то и все. Зачем глубже вкапываться. В общем, забыли за ту прошлую, старую трубу. И встали такую новую. У нас, как бы, двор и все в этом духе углубленная идет вниз туда. У нас труба как-то на глубине там около 4 метров, как говорили родственники. Ну, 4-4 там не знаю. Ну, думаю, метра 2,5 где-то труба идет. Ну, в общем, вкапываться далеко надо. Вкапались, выкапали и все в этом духе. Ну, блин, ну, тут деньги выкидывали. По сути, если бы на старом месте все стояло, как до этого стояло. На глубине 3 метра. Как бы, отсоединили старую трубу. Какие-то обрывки всех труб поискали. Как-то присоединили. И готово. Удобно, комфортно. Вон, красавица стоит уже. Котики бегают. Котик в яму не прыгает. Какую паузу? Никакой паузы. Мы против паузы. Что вам надо? Ну, быстрее, время заканчивается. Вы сами кричите, у вас тут заканчивается время. Телефон ваш или не ваш? Нет. Нет. Все, свободно. Свободно. Туда уже котик хотел. Так, не мешайте мне, пожалуйста, гражданка, записывать видосик. Тут очень информативное видео. Короче, я 14-го часа или 13-го еду проиграть язык. Ничего себе. Теперь все будут это знать. Нет, это вывезли. Ну как, блин. А футболку, может, мою дадите? Что она у нас? Верните мою футболку, пожалуйста. В общем, без комментариев. Ладно, продолжим. А на чем продолжим, не помню. В общем, это дорого. Дорого, корыстно. В моем восприятии, если выкопали центральную трубу, если выкопали центральную трубу, то ее, как минимум, должны сами подключить, чтобы зрители, чтобы люди, которые живут, обитают, дискомфорта у них не вызывало. По факту, ее выкопали, дальше хотите оплатить, и вам все сделают, не хотите и сидите без воды. Так выходит. Поэтому у нас уже, вроде как по расчетам, пять дней сидим без воды. Время идет. Время идет в день-дима. Так, на протяжении пяти суток. Понятно, это не прикольно, это вызывает дискомфорт и все в этом духе. Но, так можно и годами сидеть. По сути, никто не говорит о том, что... Никто не говорит о том, что... Как вам сказать? Кто-то... Ух-ту-емая, там сварная труба что ли? А там сваривается? Никто не говорит о том, что... Ладно, не так. Ух-ту, соединение. А, вот так оно, походу, делается. Вот труба подводится, вот уже подсоединили вода. Вот такое соединение, вроде как говорили, метр триста пятьдесят гривен. Будет там стоить один метр такой трубы или что-то в этом духе. Вот так оно будет соединяться, подключается вода. И, следовательно, в будущем, походу, отключаться за неуплату и более весомые аргументы. Но, если отключили, типа, ну, модернизируйте. Ну, хотите модернизировать, модернизируйте. Так и делайте это, по сути, без вложений хотя бы жителей. Потому что, как по мне, это абсолютно не тайна. А если бы на кого-то не было дома или что-то в этом духе? К примеру, люди въехали в отпуске. Сейчас ли это находится? И, как бы, приехали, у них тут все разрыто. Воды нет, ничего нет. И что делать непонятно. Ну, понятно, конечно, что делать. Это собственноручно ямы вырывать. Искать свою трубу, подсоединять сюда. Это бы уже все закопано было к тому времени. Ну, чисто теоретически. И это несет очень большие вклады. Поэтому такие действия от того же водоканала можно, как бы, осудить. Как так-то? Если делать, то делать, как бы, ну, как бы, хочется сказать по-человечески. Но это все по-человечески. Понятно, что, как бы, это не их дело. Типа, выкопали, выкопали, центральную трубу поменяли. Ну, а остальные, вся улица отключена, отключена. Кто-то там собственноручно копает. Кто-то там дедушка, кто-то там бабушка. И собственноручно они делать не будут. И хочешь, не хочешь, их вынуждает платить. Платить за то, что обновили центральную трубу. Ну, как бы, не все могут себе такое позволить. Здесь не все. Поэтому, ну, думаю, кто-то меня поймет. Может кто-то не поймет. Думайте сами, решайте сами. Мы потратили на это все, все про все ориентировочно. Тысячу гривен, чтобы вырыть эту яму. Которую я показывал уже. И тысячу гривен за то, что... Ну, где-то тысячу гривен еще потратим. Это, похоже, не сегодня будет или сегодня, не знаю. В общем, будут подключать наш дом к воде. Ставить вот этот переходничок, который я только что показывал. И... Уже, как бы, польется вода. Принесать 5 дней без воды, это жестко. Хочешь такой весь запашок. Не то-то-то. Не скрипаться. Ничего под дождевой водой. Ладно, там бочки были под дождевой водой. Как-то там... Какие-то определенные меры гигиены принимаешь. Ну, такое себе. Ладно, спасибо, кто был. Лайкуши, подписки. Комментарии тоже приветствуются. Чирик-чирик. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Продолжение следует...